30 декабря в городском исполнительном комитете были подведены итоги работы областного центра за год и задан темпы направления его развития в будущем. В заседании принимали участие члены Совета депутатов и Совета Республики, городского исполнительного комитета, депутаты национального собрания, а также почетные граждане, руководители организации и общественных объединений. Всего около 120 человек. Начиная свой доклад об итогах уходящего года, Александр Полошенков подчеркнул, что экономика Бреста работала в непростых условиях современного этапа мирового развития. Из четырех целевых показателей социально-экономического развития города выгодило два в полном объеме. Задание по росту экспорта товаров и зарплаты в перевыкнут. Обеспеченный рост на 14-30%, но не достигнуты предназначенные показатели по экспорту услуг. Несмотря на то, что по некоторым показателям не удалось достичь требуемых цифр экономического развития, город смог обеспечить средствами все социальные и базовые расходы. Нам удалось не допустить на балансирование бюджета и планы в режиме обеспечить средствами все социальные и базовые расходы, зарплаты, медикаменты, питание, коммунальные расходы, повышения и обслуживание государственного долга. За 19 месяцев 2013 года мы удалось обеспечить рост реальных располагаемых денежных доходов горожан. Размер реальной заработной платы увеличился на 20%. Составил долгность и квалификация 569 долларов США, в том числе за наявный месяц 590 долларов. Размер заработной платы напрямую зависит от выполнения такого показателя, как выработка на одного рабочего, которая в свою очередь находится в прямой связи с производительностью труда. Тезис «заработная плата должна быть заработанной, как никогда актуален», а далеко не каждое предприятие может похвастаться высокими показателями в этой области, и подобную ситуацию необходимо исправлять, подчеркнул Александр Полышенков. И в первую очередь продолжая работу по модернизации производственных предприятий, которая шла и в 2013 году. В промышленном комплексе происходят задачи по сохранению и наращиванию существующих производств, его модернизации, наращиванию экспертного потенциала предприятий, сокращению запаса готовой продукции, проводилась работа по стабилизации деятельности проблемных предприятий. С учетом всех показателей был сформирован городской бюджет на следующий год. Он спланирован сохраняющим социальную направленность. Самые главные статьи расходов выплаты, зарплаты, стипендии, пенсии и пособия, а также выполнение социальных стандартов. Среди них текущий капитальный ремонт объектов образования и здравоохранения, благоустройства улиц, домов и освещения, а также проведение работ по улучшению качества транспортных услуг. На 2014 запланировано активное вовлечение в городскую транспортную сеть западного обхода и перевод на электронные билеты.